Пятница Теперь у нее есть надежда отыскать друзей и конечно же Лоха. Мы помним что нам нужно идти в Цезен, но прежде конечно попробуем зайти в другие места, которые нам на карте доступны. Когда-то вот здесь еще был городок. Так, проверим этот лес. Новые монстры и один из них постоянно отступает. Даже не знаю с чем это связано. Это какие-то трусливые монстры. Здесь кстати хорошо качается Селес. 57 уровень уже. Так, но здесь ничего. Здесь осталось только пустыня и небольшой лесочек. Вот эти размеренные четвертные ноты в этой мелодии очень напоминают мне мелодию тоже из Final Fantasy 9. Когда нужно уже в меморию лететь и мир снова окутывая туманом. После терры, после уничтожения терры фужей, вот есть сходство. Так, ну что же. Мы можем пойти куда-то на восток. Там долгий такой переход. Ну, в начале Север Ниццена тоже попутешествуем. Собираем пока монстров Бестиарии и потом покажу вам их все. Всех друзьям. Так же. Так, вот здесь загоны Чокобо. Кстати... Интересно, что нам здесь скажут. Я всю свою жизнь вложил в этот загон для Чокобо. И не собираюсь закрывать свой прокат Чокобо только от того, что мир летит в Тартарары. Сто гил за прокат Чокобо. Я не дам ему сту гил, чтобы он еще раз так прыгнул. Вот это я понимаю. Это просто уникальное торговое предложение у него такое. Торговое, я сказал. Товарное, торговое... Ну, не важно. Не успели мы выйти просто как тут же напарываемся на монстров. И Телес подумал, что может быть лучше все-таки Чокобо. Нет, друзья, нам некуда торопиться. При этом хождение на своих двоих помогает нам прокачиваться, бестиарии заполнять. Чокобо это хорошо, но не для наших стопроцентных запросов. Так, а маны у нас осталось на один раз, насколько я понимаю. Давайте еще в этот рукав сходим, посмотрим. Нет, я тут чего. Тут отлично пригождаются спальные мешки. Я их использую частенько и... Ну, вот тут, конечно, с этого берега был даже виден, наверное, для Телес остров. Но плота у нее сейчас с собой нет, а плыть далековато. Так что пойдем в обход. Повезло сейчас. Обычно один из этих монстров, который самый нижний, левый, делает способность выкидывающую нас с поля боя перед смертью. Вот мы отнимаем у него все хп, он нас с поля боя выкидывает и мы не получаем ничего. Разнообразные монстры встречаются. Немало их тут разработчики позаботились об этом. Смотрите, здесь какой мостик интересный. Кто же его успел построить в мире? Руин или он остался с того мира? Я не помню точно, на этом месте был мостик. Самые внимательные из вас могут написать об этом. Но вот на нем, если ходить, то сражений не будет. На самом мостике посражаться нельзя. Ну, поверьте мне, просто не буду тратить на это время. Так, давайте сначала эту проверим сторону. Вот сейчас, может быть, и продемонстрирует он нам, как он нас выкидывает с битвы. Отлично, опять нам везет. Быстро очень качается Селис. Естественно, она одна. А вот и новые ребята. Какие-то пирамидки я их называю. А с ними грозный опцебык. У него хорошая защита от магии. Одного каста не хватило. Так, ну, смотрите. Какая интересная локация. Мы видим высокое здание и полностью оборуженное горами. Интересно, что это? И есть ли там кто-то? Действительно очень интересно, друзья. Солнечная ванна как-то запоздала. Не успел он ее сделать. Девять тысяч. Девять тысяч. Девять тысяч. Это великолепно. Так, сохранимся. И посмотрим, что же здесь. В Никее. Так, долго-долго двигаясь. Селис приходит в Никею. И сразу на входе ее встречает какой-то молодой человек. Послушайте, а вы случайно не... Вы же из реверсии, да? Я тоже. А я было подумал, что больше в живых никого не осталось. Не знаю, смогу ли что-нибудь для вас сейчас сделать, но я тут слышал кое-что, что может вас заинтересовать. Говорят, что незадолго до того, как вы проникли в центр исследований Магитех, оттуда сбежало четыре эспера. Никто не знает, живы ли они еще или нет, но если вы их найдете, я уверен, что они предоставят вам свою мощь. Так, помимо восьми драконов, которых очень интересно нам отыскивать, будем отыскивать еще и эсперов. Так... Может быть кого-то из друзей встретим в Никее. Ну и давайте внимательно тоже каждый уголочек, как говорится, все по науке. Мы стараемся не высовываться, чтобы не навлечь на себя гнева Кевке. У Кевке все-таки, похоже, получилось захватить мировое господство. Ну, поспрашиваем тоже мнение жителей близлежащих к его башне городов, что они об этом думают. Вот эта женщина не положительно об этом отзывается. Так, тут осталась вода, хотя на карте мира никаких источников вод не видно. И она здесь не красная. Ну, красная, я так понимаю, что это просто из-за... Опа! Светил. А, ничего себе. Как она меня легко спутала. Я думал, что мы нашли какую-то секретную штуку за домом. И уже хотел сказать, вот как хорошо все разработчики сделали Final Fantasy 6. Но, даже не найдя никакой штуки за домом, я скажу, как хорошо они все сделали в Final Fantasy 6, друзья. Это... Это просто игра, которую нужно узнавать молодым людям. Вот, чтобы... Так, да, об этом месте я много рассказывал. Чтобы они умели оценивать игры не только из-за графической составляющей. Сейчас большой упор на это делается, понятно, да. Но... Часто игры лишены души. Вот, и эта графика ни к черту не нужна. Тут 80 гил за прокат Чокобу, но нет такого просто козырного прыжка. Так что... На обратном пути мы, я думаю, возьмем его. Но сначала осмотрим еще город в гостинице. Что у нас в гостинице? Оставаться не будем. У нас есть спальные мешки. И раз селись путешествует одна, то пусть пользуется мешком. Она уже к этому привыкла. Потрянул и отдал. В этом году. Вадим, на самом деле. Что-то можно докупить. 21 тысяча на снадобье. Легко. Так. После катаклизма я пришел в себя в замке дома. В полном одиночестве. Когда я пытался там спать, во сне мне виделись монстры. У меня до сих пор мороз по коже, всякий раз как вспомню. В замке дома какая-то негативная аура. Клинок рун. Пламенеющий меч. Грозовой ледяной усилитель. Меч, повышающий магические силы носителя. Супер класс. Супер класс для нашей Селис, которая кастует у нас Стужиум или Стужиус. Так. Усилитель. Усилок. Вот он. Ультима вообще прекрасна, но... Так как мы используем магии на... Массовое поражение монстров, ставим усилитель. Алмазный щит. Это новый вид доспехов. У нас такого нету. Сразу берем. Как и алмазный шлем. И алмазный жилет. Так, ну тогда... Давайте сделаем вот так. И представьте сейчас Селис, которая в зените таком слабы сияет алмазными доспехами. Она у нас золотых ходила. Но вообще она достойна лучшего. Так что мы всегда ей это и даем. Согласитесь, впечатляет. У ребенка, как я, свой бизнес. Купите что-нибудь в качестве поощрения. Так. Ух ты, немножко переборщил. Бижутерии. Закупились. Так. Вот это можно продать. И вот так. Паром в Южном Фигаро неподтяжимым образом до сих пор еще работает. Действительно. Так. Вот эту девушку хочется спросить. В таверне ошивается банда воришек. Говорят, что все они сбежали из замка Фигаро. Надо бы посмотреть. И бегающий мальчик еще. Говорят, с замком Фигаро что-то случилось. И он застрял под землей где-то в районе пустыни. Вот это неинтересно. А я только собирался туда пойти и попробовать сходить в подвал. Наверное, не все так просто. Так. Это с тобой я говорил. А ты? И с тобой я тоже говорил. Вы хоть бы разные жилетки одели что ли, ребят? Вот и пап с воришками. Там может быть тень. Стой, стой, стой. Дорога, к которой вы сюда добрались, была когда-то океанским дном. Действительно, я сразу даже не смехнул. Я сейчас вспомнил, какой у нас бэкграунд на экране битвы. И вот земля там очень похожа на высушенное дно. Мы собираемся проникнуть в замок сквозь потайную пещеру, о которой никто кроме нас не знает. По странному совпадению, когда замок встал, как раз на уровне тюремных камер оказалось гнездо песчаных червей. В стене появилась трещина, сквозь которую мы смогли проползти. А затем через тоннели, прорытые червями, мы вышли на поверхность. Ну, Селес может за себя постоять, поэтому здесь она без страха в алмазных доспехах перемещалась по пабу. Да и они тоже не осмеливались дерзнуть и начать к ней приставать. Шеф говорит, что мы должны прокраситься в замок Фигаро за добычей. Она хранится в одной из тамошних кладовых. Спасибо за подсказку. В тот день мы потеряли нашего старого главаря. Он стал добычей червей. Здесь мы встретили Герода. Теперь он наш шеф. Ладно, вперед! Так, они все, похоже, выходят. А может быть не все. Главарь этой шайки воров Герод флиртовал со мной. Вообще-то он красавчик. Говорят, что все они сбежали из каземата замка Фигаро. Да уж, я представляю, как сейчас чувствуется себе не в своей тарелке владельцу паба. Ну, такое заведение. Так, так. Погодите, я хотел с вами поговорить. Но, наверное, нельзя этого сделать. Да, они вот уже на корабле. Давайте попробуем. Посмотрим, тут ничего на бочечку нам не положили. Ребята, вы отправляетесь? Куда это ты, интересно? Прочь отсюда. Вон! Найди главаря воровку. У нас изменилось задание, кстати. Вот, интересно. Этот корабль захватили малиновые грабители. Так. Может быть, просто потому, что я слишком рано сюда зашел. Даже не знаю, ребят. Но я думал, что вот это город, который в синей шапочке. Но ничего не происходит. Давайте еще раз попробуем. В пабе. Нет ли какого-то прохода? А ты чего осталось? Так. Ну ладно. Думаю, что это будет позже просто. Хотя вот он, скорее всего, его не было здесь. Или это... Он так похож на принца, что Селес даже до момент думала, что это наш герой. Вам еще чего надо? Разве ты не Эдгар? Хм... Может, и действительно? Это Эдгар? Эдгар? Понятия не имею, о чем это вы. Это я тоже беру, дружочек. Эдгар, погоди. Эдгар, погоди. Почему он в другом образе? Знаете, я тут немного занят. Мне готовиться надо. Мы скоро отплывем на пароме в Фигаро. Ты чего это дурачком притворяешься, Эдгар? Или тебе память отшибла? Послушайте, мне крайне жаль разочаровывать столь прекрасную даму, но меня с рождения зовут Геродом. Есть только один человек, который флиртует с прекрасной дамой, даже пытаясь от нее отделаться. Любой воспитанный человек будет вежлив с дамами. В погоню за Геродом, Купо. Так, если мы сейчас попадем на корабль, то мы в Дзен нескоро с вами зайдем. Вам хорошо известна дорога в замок Фигаро, верно? Хо-хо, еще как! Тогда идите вперед, и я приму на себя командование, когда мы окажемся внутри. Так, эта Селес идет сама. Да, она тайно проникает на корабль, и мы куда-то уплываем. Но это уже интересно. Хотя, если игра эта допущена, значит, я думаю, все окей. Но вы, конечно, друзья, тоже напишите, пожалуйста. Я на другую запись сохранюсь. Не нарушит ли это какого-то прогресса стопроцентного. Ребята так дружно отправились. Я аж вспомнил Final Fantasy V, как там в пабе, помните, выпивали тоже пираты. Это судно направляется в Никею. Так, два капитана на корабле. Это не порядок, такой корабль не уплывет далеко. Найди городокупо. Главарь этой шайки воров находится на втором этаже таверны. Понял. Понял тебя, милый человек, спасибо. Так, а можем ли мы выйти на карту мира? Недавно я плыл на своей лодке и увидел глубоко в воде огромную тень. Может быть, это был дракон? Да, мы можем выйти, и тут у нас новые противники. Супер! Думаю, что карту мира сейчас я пока исследовать не буду. Так, немножечко осмотрюсь. Я сделаю это самостоятельно. Вот там много песка, наверное, там замок Фигаро. А эти морские монстры после катаклизма почему-то оказались в лесах. Интересно, как им удается без воды там жить? Так. Музыка настолько добрая и безмятежная. Пусть ваши выходные ребята так и пройдут. В чувстве безмятежности. И подарят вам что-то доброе. Вот эта музыка нам поможет настроиться. Ого, интересно, что он там смотрит? Может быть, там какая-то девушка переодевается? Может быть, они и воры, но, по крайней мере, они сообща добиваются намеченной цели. Нам есть чему поучиться. Не можем же мы все время ходить с постными лицами. Пора отстраиваться по новой. Ясно. Он, видимо, занят отстраиванием дома. Мы собираемся проникнуть в замок Фигаро. Это сокровище наше. Это что? Какой-то подарок на прощание от империи? Так, тут еще есть сейчас забытый магитех. Что в магазинах? Селес. Селес хорошо может тратить накопленные нашей командой деньги. Давайте продолжим это делать. Алмазные доспехи отличаются от алмазного жилета. Так что еще минус 120 тысяч. Хотя они только на пятерых одеваются, персонажи. Но у нас же еще не все герои. Это, конечно, я лихо трачу, но наша команда должна быть обеспечена всем. Ух ты. Так, так, там парочка. И, похоже, это Геррот. О, кому-то повезло. Попасть просто под его комплименты. И ухаживание даже мешать не хочется. Так, не хочется и пропустить ничего. Так что... Слышали новость? Дункан жив. Мне его жена рассказала. Ничего себе. Хорошая новость. Даже если свет правосудия сожжет наш город, сто раз подряд мы двести раз его отстроим. Стоп. Разве здесь нет противоречия? Ого. Да у меня голова кружится. Так, ну... Начнем с этого дома. Даже если бы мне и хотелось вернуться, от моего родного города уже ничего не осталось. Стоило нам подумать, что без империи все уладится, как этот кевка на голову свалился. В этой комнате вечно ужасные сквозняки. И откуда они только берутся? Боюсь, как бы не простудиться. Отсюда сифонит. Помню я про это место. Конечно, много всего здесь нужно осматривать. Здесь у нас было пасхальное яйцо. Сейф-поинт так и остался. Сундуки не обновились. Старые часы тикают. Тикают часики. Посмотрим эти. А эти не тикают. Все мы здесь с вами делали. Чего-то нового пока не вижу. Тут даже бои сохранились. Ничего себе. Так, надо бы... Под ноль. Просто под ноль. Супер эфир. Сильный эфир. Пока обычного. Я думаю, друзья, здесь ничего не поменялось. Так что пойду-ка я обратно. Я потом это все сам проверю. Если что-то будет, покажу вам. А то и... Девушке не сквозняков надо... Опасаться. А чтобы... Вот эти монстры не вылезли наружу. 262 тысячи шагов уже. Интересно, сколько будет к концу игры. И я думаю, вам будет интересно сравнить с вашим результатом тоже. Вот. Так. Клац, 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 клац. Я могу тех шагах от. Прыгай на черепаху Оп, прыгай на черепаху Аээ, это просто писанка такая Так, ладно И здесь все по-прежнему, ребят Двинемся дальше Изучать город Общаться с жителями Так Думаю, что мы передохнем Ману-то нужно восполнить Я вижу еще раз Герода Так, может быть он перемещается Не хочется сейчас пока еще говорить с ним Только что здесь проходил паренек Который искал легендарное сокровище Способное оживлять мертвых На этот раз воры Фух, спокойно Девушке уже шагу нельзя ступить спокойно Замок Фигаро исчез в тот день Когда мир превратился в руины Замок Фигаро застрял под землей в пустыне Без воздуха все его обитатели Наверняка уже Мы собираемся проникнуть в замок Фигаро Это сокровище наше А девочка перестала сюда заходить Не видел ее с того самого судьбоносного дня Ну с тобой мы говорили, да Вот он говорит, что он находится на втором этаже Но кто же тогда там Хочется сначала Неправильного найти города А потом правильного Так, эта женщина нам сообщила новость Важную А вот этот дом Из которого мы когда-то Начали выполнение миссии Лока Друзья, помните? Нет, дорогуша Мой муж жив-здоров Он сейчас тренируется к северу от Нарша Интересно И неожиданно, конечно Так, здесь можно сохраниться И Если можно сохраниться Я вам другой файл хотел, да То следует Отметить Неприятный факт Что эта точка сохранения Разлучает меня с вами До следующей части Субтитры создавал DimaTorzok